И у нас в гостях Сергей Викторович Новоселов, мэр милиции в отставке, и Андрей Михайлович Пивенко, звукорежиссер. Все эти люди участники кавер-группы «Фестиваль». Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Мы позвали их в гости в связи с тем, что совсем недавно была праздничная программа в честь 300-летия российской полиции. Между прочим, поздравляем вас, Сергей Викторович, вы к этому причастны, как никто другой. 300-летие полиции отмечали в нашем городе 2 июня, и завершением программы был гала-концерт, в котором участвовали финалисты конкурса. Коллективы полиции музыкальные, и в том числе коллективы самодеятельности. Вот одним из них руководит как раз Сергей Викторович, майор милиции в отставке, и заместитель начальника Косновопского отдела милиции. Все серьезно? Хорошо, что в отставке, а там не будет связи. Сейчас выкнали бы уже, наверное, забыть. Ну что, ладно, к праздникам мы еще вернемся, конечно, безусловно, эта дата очень такая, очень круглая, и отмечалась очень широко. Музыкой вы начали заниматься будущие еще в органах, когда вы работали? Музыкой я начал заниматься в детстве во дворе, когда крутые пацаны играли на деревянных гитарах, на них все ругались сверху с балконов, чтобы они пели тише, не кричали, уходили куда-нибудь в сквер. Ну вот тогда и как самоучка смотрел на них, ну вот как-то проникся этим делом, а потом, скажем так, до армии попал в вокально-инструментальный ансамбль, немножко там играл. Ну так же самоучки все, были все такие, озадаченные этим делом любители, жили просто в этой музыке, ну и все. А потом, когда ушел в армию и потом уже стал служить в органах, ну тогда было, собственно, вообще не до этого, и гитару я брал за редким исключением, когда друзья собирались там, ну вот как-то так. То есть когда родился коллектив-фестиваль? Фестиваль, как группа, состоялась в августе 2016 года, то есть нам всего скоро, ну практически всего два года будет. Ну вот коллектив создали я, Андрей Пивенко и наш друг Евгений Усов, он же бас-гитарист. Сейчас в коллективе у наших семь человек. Сергей Томилов, барабанщик, тоже известный в Новосибирске. Виталий Панфилов, лидер-гитарист, Александр Шаперо, клавишник, значит, и Андрей Малышенко, перкуссионист, бэк-вокалист. Ну вот таким составом мы играем на сегодня, у нас уже наиграно за два года практически пять часов репертуара игры. Сергей Викторович и Андрей Михайлович, вы, давайте по-честному, вы взрослые люди, и чтобы создать такой коллектив, ну вам нужно было, похоже, созреть. Сергей Томилов, барабанщик, он говорит морально, ведь обычно, как молодые пацаны там какой-то в гараже группу сколотили, там много амбиций, планов. Что в вашей жизни такого вот случилось, что вы решили после отставки взять и, а вот хочу музыку? Наверное, музыка это болезнь Если ей заболел, то остановиться не можешь Но на самом деле, когда 20 лет я отслужил И мы во время службы сталкиваемся с одним негативом И, наверное, как-то накопилось в душе необходимость этого творчества Компенсировать захотелось И вот ударился и познакомился с такими друзьями, чему рад очень сильно Андрей Михайлович хоть сам и не служил в органах Но он рассказывал за эфиром, что он с этим тесно связан, Андрей Михайлович У меня, как получилась, вот эта вся любовь к музыке, она не пропадает То есть с самого детства я как-то был с ней То есть дома было пианино Соответственно, где-то я там как-то вот иногда вот так вот Иногда даже пел, пытался петь Но для меня сцена была, это что-то было такое То есть для меня это был Мандраж Порог, который я не мог переступить Но самое интересное, что потом этот порог как-то исчез И я так и остался в этом И уйти уже, как бы, ну, раз женился, второй раз женился В результате все-таки музыка победила У нас в студии руководитель кавер-группы фестиваль Сергей Викторович Новоселов И звукорежиссер коллектива Андрей Михайлович Пивенко Мы вместе с ними отмечаем 300-летие полиции российской Совсем недавно был концерт, на котором они выступали Кстати, получается, если в этом концерте участвовали финалисты конкурса коллективов Вы тоже участвовали в конкурсе Расскажите, что это было за мероприятие Кто победил? Что давали? С чем вы туда приезжали? С каким материалом? Мероприятие проходило в городе Тогучин Значит, вот буквально недавно, 2-го, по-моему, да? 2-го мая И, значит, нас пригласил мой бывший отдел Новосибирский Значит, от его... Участвовали мы в его команде, выступали Было у нас там три вещи Играли мы Шевчука, ДДТ, значит, группа ДДТ Это все Играли Дениса Майданова, ничего не жаль И Игоря Косукачева, Дорожная Значит, вот эти три вещи мы играли Ну, наш отдел занял второе место, конечно, мы... Второе? Это почетно! Много, наверное, участников? Ну, да, было 4 финалиста Ну, мы заняли второе место, ну, было здорово все равно Ну, это был костюмированный такой этот... Вы все в форму были одеты? Я был Александром Менщиковым, общался там с Петром Первым вживую То есть, как бы, все дамы были в бальных платьях Было очень красиво Вот, как-то получили большое удовольствие Ну, и на самом деле все коллективы, которые участвовали, они были... Хоть они и самодеятельны, но все таком на едином дыхании, на порыве Все старались, и аура была просто, вот, обалденная, здорово сказать, добрая Вот, вы единственный человек в группе из органов, да? Андрей Михайлович уже не занимался звуком и в Доме творчества, и еще, я думаю, много где Вообще, вы перечислили много людей еще в вашей группе Кто все эти люди, и как вы их собрали? И чем они занимаются в жизни, кроме музыки? Ну, вот, Евгений Усов, он трудится сварщиком Александр Шапюро трудится на мебельной фабрике, клавишни У нас один только музыкант профессиональный, это Виталий Гитарист Панфилов Он преподаватель в музыкальной школе по классу гитары Ну, как-то... Пролетарская команда такая Да, да, мы такие вот любители, но как-то у нас, вроде бы, дай бог, говорят, получается Ну, судя по тому, что мы слышали, от Битлз, честно говоря, вообще не отличишь Ну, спасибо Рядом Репертуар, как вы выбираете, что играть, и есть ли у вас какие-то свои написанные вещи, если нет, то хотелось бы что-нибудь? Мы все родом из Советского Союза, поэтому у нас наш репертуар сначала основной был, это 60-е, 70-е, 80-е Да, но потом, как бы, народ потребовал, ну и мы с ним согласились, стали... В общем, на сегодня мы дошли до сегодняшней музыки и играем эту музыку тоже Прямо сейчас мы можем услышать пример Группа «Градусы» в исполнении кавер-коллектива «Фестиваль» Сергей Викторович, обещали еще рассказать о своих вещах, что-то все-таки производит группа собственного авторства? Да, у нас, значит, пишет Андрей Пивенко, Евгений Усов Андрей Михайлович, что же вы молчите-то? Пишет песни и молчит Ну, я как бы давно этим занимаюсь У меня, да, есть тоже свои вещи Материала у нас для работы очень много Я надеюсь, что вскоре мы все-таки наберем, соберем время и порадуем своих слушателей уже своими такими материалами А чем преимущественно? Какого жанра эти песни? Материалы все, есть шансон, есть рок, есть поп-стиль, есть регги Сколько уже накопилось собственных композиций? Ничего себе Сколько собственных уже, примерно так, на альбомчик накопили? Ну, практически чуть больше, чем альбом Ну, пока загадывать не будем, это трудно Мы надеемся, вы потом придете к нам в гости Как скоро мы услышим что-то вот ваше собственное В студийной записи Ну, я думаю, год нам нужен Где сейчас можно послушать коллектив-фестиваль? Мы выступаем в разных форматах Если мы выступаем по клубам Новосибирска, мы приглашаем обязательно своих друзей За нами прямо приходят наши друзья Фан-клуб? Да, ну не то чтобы фан-клуб, но хорошая душевная компания, которая и другие музыканты приходят Хорошая душевная компания получается, они там отдыхают, танцуют, веселятся Такая аура у нас там здоровская создается Концерты даются для своих, в общем, все понятно Ну, мы приглашаем всех Ну, нас приглашают также еще организации Мы с удовольствием выступаем в любых форматах, в принципе, готовы работать Репертуара у нас практически на 5 часов Вот это да И своя аппаратура, слава богу, есть То есть мы мобильные Ой, уж это мы узнаем Здорово Жаль, мы ее не увидели Спасибо вам большое Спасибо большое Руководитель коллектива, кавер-группы фестиваля Сергей Викторович Новоселов был у нас в гостях И Андрей Михайлович Пивенко, звукорежиссер группы Надеемся, что скоро вы придете к нам в гости уже со своим материалом Спасибо, приглашайте Спасибо В студии Радио 54 для вас работали Толоваева, Настя, Виолетта Всем добра и позитива, живите интересно Пока-пока